Добрый день! С вами Юлия Чернеева и пришло время универсального формата на телеканале Самараги. Всех приветствуем, всех рады видеть и, конечно же, с большим удовольствием поздравляем с тем, что, наконец-таки, весна пришла. Тепло, хорошо, и многие весной хотят начать новую жизнь. Так вот, друзья, сегодня, я думаю, с нашим сегодняшним проектом, о котором будем говорить, называется проект «Трезвое решение». Я надеюсь, вы поняли, о чем я. Если нет, то в течение всего эфира будем говорить о том, как у нас молодежь реализует очень удачно, успешно, интересно, ярко, весело этот проект. Ну и, собственно, будем принимать ваши звонки в студию. Задавайте нам вопросы за вы такие проекты, против ли, может быть, какие-то мнения есть у вас, комментарии, может быть, вы участник проекта, хотите стать участником проекта, давайте, дерзайте. Ну и для вас у нас подготовлены также подарки. Сегодня приглашаем вас поиграть и принять участие в розыгрыше вот каких призов. Это билет на кинооперу «Иоланта», «Замок герцога Синяя Борода», «Киновертикаль», 5 мая, 19.00. Это в рамках театрального киносезона. В роли Иоланты несравненная Анна Нетребко, дирижер оркестра этого спектакля Валерий Гергиев. Спектакль идет три часа с антрактом. Я думаю, за это стоит побороться. Ну и есть у нас еще также билет на спектакль «Лика», 8 мая, 18.30, театр «Самарская площадь» по пьесе Арбузова «Мой бедный Марат». Также вас приглашаем принять участие. Ну, все же давайте посмотрим сначала небольшой ролик, а потом будем уже знакомиться с нашими гостями. «Остановился купить алкоголь? Подумай. Иди дальше». Ну что, рада представить вам наших сегодняшних гостей. Итак, встречайте. Руководитель проекта «Трезвое решение» Софья Сараева. Здравствуйте, Софья. Руководитель образовательного направления проекта «Трезвое решение» Владимир Терехов. Здравствуйте. Добрый день. Руководитель пресс-службы проекта Олеся Сальникова. Олеся, здравствуйте. И фотограф проекта, постоянный участник проверок, студентка Самарского госуниверситета Виктория Дорофеева. Здравствуйте. Софья, ну давайте, наверное, начнем с вводной части, потому что кто еще не слышал об этом проекте, мы сейчас донесем, расскажем, как появился давно этот проект, как вы в него попали и кто все эти люди. Наш проект существует четыре года подряд уже в 2011 году по инициативе Ассоциации профсоюзных организаций студентов. А в связи с актуальностью, наверное, проблемы, мы решили сделать вот такой вот проект. И все четыре года он успешно реализуется на территории Самарской области, с каждым годом расширяя свою географию. Так в этом году мы побывали впервые вот в Сызрани, в Отрадном, также были в Кенеле в Новокуйбышевске, где также реализуем свою программу. Ну что это такое, цель какова? Мы боремся с тем, чтобы молодые люди не могли купить алкоголь в магазинах. Это раз, одна цель. И второе направление, это чтобы они сами не хотели покупать этот алкоголь, чтобы они видели, наверное, интересы в других вещах. Это спорт, культура и все, что угодно. Мир, в принципе, полон очень многих замечательных увлечений, и мы делаем акцент как раз-таки на этом. Как вы попали в проект? Я попала в проект... Сразу руководителем? Нет, конечно, нет. В 2012 году я была несовершеннолетней и также ходила на проверки, как вот у нас сейчас делают волонтеры. После этого мне исполнилось 18 в самом начале, а проект так сильно понравилось, что захотелось остаться. Развиваться. Да, и я занималась, в принципе, я и вела проверки, и занималась информационной работой. И вот в этом году получилось то, что проект реализовывать доверили мне. Владимир, что такое проверки? В проверке это, ну, можно назвать это мероприятием, когда мы проверяем ту или иную торговую точку на предмет продажи или не продажи алкоголя несовершеннолетних. Какой алгоритм получается? Формируется команда, в которую входит несовершеннолетний видеооператор, фотооператор и человек, который занимается непосредственно правовыми вопросами. Это кто? Какова его должность? А, вот, наверное, Софья мне подскажет. Специалист по общим вопросам, в принципе, и вот юридически подкованный человек. А фуд-видео, это все скрытая камера, получается? Ну да, они ведутся скрытым образом. То есть сначала заходит только несовершеннолетний, просит продать ему алкоголь. Ну, как бы, берет, допустим, пиво или что-то еще, подходит на кассу. Далее, как бы, по законодательству у него в любом случае должны спросить паспорт. Даже у нас взрослых спрашивают. Вот, если паспорт спрашивает, как бы, видит, что он несовершеннолетний, по закону должны не продать. Бывают случаи, когда даже смотрят паспорт, но все равно продают. И здесь далее заходит вся остальная команда. Мы, кстати, очень часто на рейды приглашаем там СМИ, представителей, допустим, там, департамента или министерства, еще кого-то. И уже идет разъяснительная работа с непосредственно продавцом, осуществившим продажу. И также идет заполнение документов о нарушении. Что обычно говорят, вот, я не знаю, люди, которые продают все-таки алкоголь? Ну, поскольку я все-таки занимаюсь образовательным больше направлением... Ну, вот фотограф у нас сидит. Давай рассказывай нам, Вика. Ну, ты как фотограф. Где у тебя под мышкой фотоаппарат? Где ты его прячешь? Нет, я уже захожу тогда, когда факт продажа... Во всеоружии, да? Да. Я фотографирую то, как проверяющие проводят беседу, информационный стенд и... То есть сам магазин, в котором совершилась продажа или нет. Что кричат взрослые в этот момент? Не виноватая я? Да. У него усы? Я не разглядела, что ему еще только 16 или как? Да. Или, то есть, многие говорят, что паспорт перепутали цифру, они так увидели. В глазах двоится, да? Да. То есть выглядит взросло. То есть очень много разных отговоров было за это время. Ну, а вот итог каков? Были какие-то скандалы, я не знаю, там, выгоняли вас? Я сама в проекте только год, только начала. Ну, уже были некоторые скандалы, нас закрывали в магазине, не хотели отпускать. Пока не удалите фотографии? Да. И, то есть, говорили то, что не доказан факт того, что... То есть мы не могли предъявить, то есть, чего-то. И мы хотели... Это продавцы не хотели, чтобы их лица были на фотоаппарате, да. Удаляли фотографии, видео тоже также операторы. Потому что... Слушайте, вот это вот сложная работа. Олесь, ну, вот это все координировать, приглашать СМИ. Вообще, какая реакция у общества на такой проект? Есть какие-то у вас данные? Да. СМИ, с одной стороны, достаточно активно реагируют, потому что вопрос актуальный, ну, не только в последнее время, мне кажется, в принципе, он всегда актуальный. Другое... Другое дело, что... Как проходят, да, сами проверки? Общество реагирует активно еще в том плане, что начинают привлекаться и люди, которые в этот момент находятся в магазине непосредственно. То есть они видели, что все-таки продавец продает, молчали. Но как только набежали ваши сотрудники, сразу... Ой, да, да, да. То есть вот так. Понимаете, бывает даже, что люди вступаются за продавцов, продавших алкоголь. Да, потому что они сами, видимо, ну, часто бывают в этом магазине, это их районные, они говорят, ну, что такого? Защита. Да, магазин-то хороший, магазин-то нормальный. Ну, это, честно говоря, очень поражает и удивляет. Особенно, вот недавно был такой явный пример. Возле кинотеатра Шибко у нас проводилась проверка. И у нас участвовала девочка несовершеннолетняя, ну, это, наверное, самый молодой участник проекта. Сколько лет? Ей 14 лет. Ну, 21 точно, наверное, не тянет. Суть в том, что если у нее просят паспорт, там 2000 год, и здесь уже не отговоришься, что неправильно посчитал дату рождения. Ну, тут сложно перепутать, да, и не сосчитать. Вот, но ни разу не спросили паспорта. Когда мы ее увидели, мы были уверены, что у нас будут не продажи, ну, в принципе, потому что, глядя на нее, ну, ребенок. Подросток, ребенок, да. Да, да, да. Так. Что же говорили взрослые, мне интересно, в этот момент продавцы? Что они говорили? Заработались? В первом магазине очень агрессивно реагировали. Продавец говорил, что ей вообще все равно, что, ну, сначала она говорила, что ты же видела, как я на тебя посмотрела. Ну, она говорила подростку, что... Должна была мысль девочка прочитать. Да, 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 что я же обратила на тебя внимание. Во втором магазине, ну, очень нелестно так отзывались в адрес-потропе. Не послали, наверное, да. Не послали, а, да, высказались нелестно. Ну, такая реакция, честно говоря, удивляет. Вот, и именно к этому хочется привлекать внимание СМИ в том числе, потому что цель-то не запугать тех же продавцов, а цель, чтобы они признали ошибку, ну, и как-то изменили, что ли, свое мнение и обращали внимание в следующий раз. То есть сразу их наказать, штрафовать. Ну, вот я была вчера свидетелем того, как, например, на кассе одного крупного торгового центра, находящегося в районе улицы Дачной, в магазине продуктов, продавали не алкогольные сигареты. Подростка мне спросив вообще возраст, когда я начала возникать, говорю, а вы вообще-то спросили, сколько им лет? Им лет 15. Продавщица сказала, твое какое дело. Все. Все. И как бы мне нечем было это фиксировать, фото, видео, если ребята ушли. Все. То есть как бы, ну, вся очередь из 10 человек сделала вид, что она ковыряется в ногтях, я не знаю, там читают ценники, упаковки, ковыряются в телефонах. Все. Это равнодушие толпы. Друзья, как вы к этому относитесь? Нам важно ваше мнение. Важно мнение именно о проекте «Трезвое решение». Будете ли вы какой-то свой голос, не знаю, давать, когда случится в магазине, что вы видите, что подростку продают алкоголь? Как вы отреагируете, правильно ли, что ребята ходят рейдами? Ну, в общем, взрослые, откликнитесь, звоните нам 202-11-22. И давайте, может быть, мы вас для начала немножечко раскачаем, разыграем билеты на спектакль, на кинооперу Иоланта. Замок герцога «Синяя борода». Пожалуйста, сейчас кадр из спектакля посмотрим. Мы видим здесь в роли Иоланты несравненную Анну Нетребко. И вопрос такой. Назовите певческий голос Анны Нетребко. Если знаете, 202-11-22. Ну, я знаю, что у вас еще образовательная программа хорошо развивается. У нас есть фото, называемые, которые вы назвали, как открытые уроки. Да, все верно. И давайте посмотрим, дорогие режиссеры, будьте добры нам фотографии. Рассказывайте все, кто здесь, что здесь, как здесь. Это городской округ Кенель. То есть вы туда тоже добираетесь? Конечно. Это был наш первый выезд. Это девятиклассники. Что у них в руках? Психолог проводит упражнения, она раздает им высказывания на тему алкоголя. И они по командам потом выражают свое мнение на ту или иную тему. Как вас встречают в районах области? На самом деле, вы хорошо. Это ведь сложно. Там ведь не такой контроль, как у нас в Самаре. Новокенель и Новокобежевск, они нас давно знают. И мы, в принципе, уже связывались с теми, с кем сотрудничали до этого. Привлекали новые школы. И они рады участвовать в проекте. Они друг от друга слышали о нас. Поэтому поддерживают хорошо. С отрадом и Сызрани получилось чуточку сложнее, потому что потребовалось время. Но в итоге тоже хорошо все вышло. И школы были рады, просили приезжать еще к ним. И, в частности, были рады проверкам. У меня вопрос. Все-таки есть ли какая-то, не знаю, статистика, данные? Ведете ли вы какие-то такие документации? Да, мы ведем документации. Просто сейчас у нас проверено где-то около 150 торговых точек. Планировали мы где-то к цифре 200 уже пододвинуться к концу проекта. Вы возвращаетесь туда, где проверяли? Мы возвращаемся с каждым этапом реализации проекта. То есть мы вот каждый год, все эти четыре года подряд ходим в они и те же магазины. И вот вчера, например, на полевой улице есть магазин, который три года подряд нам продавал алкоголь. А вчера не исправили ситуацию, спросили у девушки документы, не продали. И это приятно. Оставляете ли вы какие-то наклейки, метки, что здесь продают, не продают? Да, у нас можно встретить на магазинах города наклейки либо зеленые, либо красные, в зависимости от продажи или нет. Ну а так ли они долго висят, вопрос в этом? Красные особенно, я так понимаю, это те... На удивление висят. Висят, что вы продали алкоголь несовершеннолетним? Да, и бывает то, что мы приходим через год, и там уже такая потертая наша наклейка, которую мы либо заклеиваем новой, либо доклеиваем другую. И остается. Даже на закрытых магазинах их можно увидеть. Вот так вот, друзья мои. Если есть какие-то у вас вопросы нашим гостям, звоните 202-11-22. И давайте все-таки выясним. Мне кажется, вопрос несложный. Думать тут очень долго не придется. Красивая женщина, эффектная, Анна Нетребко. Ну, у оперной певицы может быть несколько, я думаю, голосов, каких-то видов певческого голоса, если вы знаете. Позвоните нам, 202-11-22. Выиграйте билет на спектакль «Иоланта». Режиссер Валерий Гергиев, Анна Нетребко и «Иоланта». Ну что, я думаю, совсем скоро мы будем знакомиться уже с несовершеннолетними участниками проекта «Трезвое решение». Что они нам расскажут, как они принимают участие в этом проекте, не переключайтесь, вернемся в студию через пару минут. Взрослая драма глазами детей. Из самого сердца, из недр эмоционального поля, все чувства, на показ, на всеобщее обозрение. Они не боятся казаться глупыми и непонятными. Они проживают каждое слово, живут на сцене. Маленькие дети, но уже большие артисты в 21 веке рассказывают историю из 1943-го. Я чуть-чуть помоложе иду, чем остальные герои. Иду как маленькая, не совсем маленькая, озорная, но еще хочу вот немного в детстве, сильно ранимая, молодой персонаж. Мы представляем такую военную тематику. Я там выступаю в роли Тамары, которая 19 лет, она любит стихи. И вот мы стираем, мы такой батальон пращенный. В пятом городском фестивале «Театральный Олимп» приняли участие 42 детских коллектива. Лучшими оказались 15. Ребята от 7 до 18 лет прошли огромный путь. Репетиции, заочный конкурс, финал. Также коллективы приняли участие в областном конкурсе «Легенды Жигулей» и заняли достойные места. Очень приятно видеть ребят, которые становятся номинантами на лучшие актерские работы не первый год. Вот я смотрю на ребят, которые приходят на протяжении 5 лет. Вот мы отсмотрим, как они самых маленьких, уже юноши, 16-17-летние. Многие детские театры в этом году сконцентрировались на военной тематике, посвятив свое творчество 70-летию победы в Великой Отечественной войне. В торжественной обстановке наградили лучших в номинациях драматический, музыкальный, кукольный театр, театр эстрадных миниатюр, пластики и жеста, цирк и оригинальный жанр. Ну что, друзья, продолжается наш проект «Резвое решение». И все же я хочу среди вас еще разыграть наши пригласительные билеты на оперу кино, оперу Иоланта. И мы задали вопрос, каким же певческим голосом обладает Анна Нетребко. Дам вам три варианта, больше вариантов нет. Думайте, друзья, сопрано, меццо-сопрано или контральто 202-11-22. Звоните и забирайте билеты на этот спектакль. Ну что ж, к нам присоединились наши сегодняшние гости, и мы продолжаем рассказывать про проект «Резвое решение». Итак, в нашей студии здесь явилась Дарья Курушина и Алена Петрова. Это учащиеся 8-го Б-класса, школа номер 53. Они участницы команды «Свежий ветер», и принимали они участие в конкурсе «Территория трезвого решения». Ну, давайте мы узнаем, наверное, у Дарьи, как вообще ты попала в проект «Трезвое решение». Какова твоя роль, что ты делаешь, какие, может быть, функции у тебя? Ну, меня выбрали вообще командиром команды нашей. То есть к нам пришел представитель в школу «Трезвое решение» и рассказал об этом проекте. Потом зауча пришла к нам в класс, рассказала нам, и меня выбрали командиром. В общем, задание, первое задание было такое, что они хотели познакомиться с нами, то есть нужно было нарисовать либо плакат, придумать название, девиз и тому подобное. Ну, плакатом занималась как раз-таки Алена с одной девочкой из класса, из команды нашей. Давайте посмотрим, у нас фотографии есть, предлагаю сейчас увидеть, как проходил ваш конкурс, и каковы результаты этого конкурса. Это вот что? Где висит у вас? Что это за фотографии, ребята? Это не у нас в школе. Это, наверное, у нас другие команды, потому что у нас их практически 50, и они активно участвуют. Они делают стенгазеты? И творческих работ очень много. Да, стенгазеты, плакаты, вот как раз-таки об альтернативе. Понятно. Сейчас давайте принимать телефонный звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Артем. Артем, наслышаны ли вы про проект «Трезвое решение»? Да. Что можете сказать? Я думаю, Анна Недряпко обладает сопрано. Ну, а я как бы понимаю, что вы ответили нам на вопрос, это действительно правильно. Но я вам еще дополнительный вопрос задаю. Проект «Трезвое решение». Вот вам сколько лет, Артем? 20. 20. Вам алкоголь тоже, ведь нельзя продавать пока. Ну, как бы с 18 лет вроде как. С 18? Да, разрешается. С 18. Крестки, алкогольные напитки 21-го вроде. Ну, как, вот давайте мы вас сейчас не видим, фамилии ваши не знаем, имени, ну, имя знаем, телефонов нет. Продавали ли вам алкоголь, не спрашивая паспорта? Да, конечно, очень много раз в разных местах города. Вот, пожалуйста. Срез. Общество, 20 лет, Артем. Отправляется на оперу, алкоголь больше не покупайте. Спасибо большое за звонок. Ну, вот, 20 лет человек продает алкоголь. Крестки, видимо. 20 лет он, в принципе, имеет по нашему законодательству право покупать алкоголь. А если это было раньше, и если человек говорит, что этих точек было много, у нас на официальном сайте «Непродам.рф» указаны наши контакты, есть даже вкладка, где человек абсолютно анонимно может рассказать нам о проблемной точке. И мы обязательно ее проверим и внесем в наш график. Ален, ну, вот у тебя вопрос. Как ты считаешь, когда человек взрослый продает тебе, допустим, ну, на проверках, неважно, проверка это или не проверка, почему он продает, как ты думаешь? Ну, я даже не знаю, как это ответить. Наверное, из-за того, что он посмотрел, и если бы показалось, что человек, ну, я то есть не знаю, как... Ну, давай соображай, восьмой класс уже много мыслей должно быть в голове. Сейчас. Вот, если вот на меня посмотреть, то я, я не знаю, мне 14, и по розуму, ну, если смотреть, то она, возможно, мне продала, и из-за того, что... Корыстный цель человек. Ей нужно, ну, как бы, ей нужно продать и... Заработать. Да, заработать, и поэтому она продает, и это остается, как бы, безнаказанно для нее. То есть никто об этом не узнает. Вопрос, какое бы ты наказание придумала таким людям? Почему не привлекаются такие люди к общественным работам? Ну, у нас сейчас увеличились штрафы, и ужесточилась, в принципе, вот сама система наказания. То есть первый раз продавец получает штраф в 30 тысяч рублей, при 30 тысяч... Сколько? 30 тысяч? Вы уверены, что они их платят? А при повторной продаже это уже уголовная ответственность, поэтому, да, продавцы стали гораздо больше бояться, наверное. У нас в Сызрани была проверка, и у нас был продавец, который как раз-таки штраф уже выплатил. И она умоляла, чтобы мы не передавали документы, потому что человек понимает, что уголовная ответственность, это уже гораздо серьезнее. Грозит закрытием? Грозит закрытием, это уже немножко другая сторона. Она... у нее будет просто вот наказание, срок, и человек понимает то, что в торговлю потом он не вернется, и в принципе, как бы, это большой отпечаток на дальнейшей жизни. Владимир, вопрос. Ну вот вы выезжаете там в школы, в какие-то, допустим, лицеи, гимназии. Дети, понятно, сидят хихикают, да, наверняка? Или они нормально относятся к этому? Как реагируют? Ну, на самом деле, вот сам формат вот этих, допустим, если мы говорим о детях, то это в первую очередь открытые уроки и открытые беседы. А формат выстроен таким образом, чтобы у детей была возможность вот именно открыто общаться, говорить то, что они думают, вот, и как-то получать на свои вопросы какие-то ответы. Во-первых. Во-вторых, это все сделано в более игровом формате, поэтому детям действительно интересно, дети с удовольствием, ну, как бы, ходят на эти уроки. И, конечно, бывают какие-то там моменты, где-то там и похихикать, где-то посмеяться. Ну, вот если так, между нами, взрослыми, пьет молодежь вот именно 14-15? Конечно. Ну, не вся поголовно, но, безусловно, то есть я вот лично ходил на несколько ротических собраний, и действительно, то есть, ну, бывает, когда вот выходишь к родителям, и начинается сразу защитное то, что это вот не про нас, наши не пьет, а бывает абсолютно честно, с вздохом говорят, да, такая проблема у нас есть. Ну, здесь тоже очень сложно говорить однозначно. У нас вот мы, когда приезжаем в регионы, мы зовем несовершеннолетних как раз-таки вот из родного города. Во-первых, им проще ориентироваться, ну, и они даже подсказывают. И у нас очень много, когда несовершеннолетние просто берут безалкогольное пиво, потому что они не разбираются, какое из них алкогольное, а какое нет. И последний раз вот мы общались с девочкой Аней в Отрадном, и она говорит, я действительно не пью, у меня другие интересы, хочу поступать учиться в Самару, и поэтому однозначно говорить здесь тоже сложно. Ну, вот я хочу, например, даже спросить, ты как капитан, да, своей команды, сколько у вас в команде человек, и часто ли вы, не знаю, общаетесь на эту тему? Есть ли среди вас, среди своих сверстников, старшеклассников, те, кто кого-то могла, допустим, видеть с бутылочкой пива? Ну, среди старшеклассников как раз есть, но в нашем классе никто не пьет, не курит, у нас такого нет. А как вы добились таких хороших показателей? Я не знаю, как они это добились, но мне кажется, просто родители в детстве им прям вот так вот и говорили, что пить нельзя, там, курить нельзя, ну, и, может, примеры какие-то приводили, не знаю. Ну, в общем, никто не пьет и не курит в нашем классе. Это вот, надеюсь, искренний ответ. Надеюсь, никто тут не лукавит и надеюсь, что никто, как бы, ну, не обманывает нас всех. Друзья, если у вас есть свое мнение по нашему сегодняшнему вопросу, по нашей сегодняшней теме, мы пытаемся выяснить у вас, взрослые, может быть, как вы отреагируете в очереди, находясь, если вы видите, что подростку продают алкоголь, звоните нам. Были ли у вас такие ситуации? Где, можете тоже нам позвонить, рассказать, как дело завершилось. Может быть, вы присутствовали при каком-то из, как раз таки, при какой-то из проверок проекта «Трезвое решение». Как, может быть, вы на это реагировали? Звоните 202-11-22. Переде у нас также участники проекта, участники проверок, волонтеры, чем они занимаются, какие у них функции, я думаю, мы узнаем об этом уже через пару минут. Песни военных и послевоенных лет, патриотические и жизнерадостные мелодии. В День Победы над Самарой прозвучат свыше десятка любимых композиций. Хор из пяти тысяч человек на языке музыки поздравит ветеранов с великим праздником. Это голос народа, это голос души, ведь песня – это душа народа. Поэтому из песни слова не выкинешь, вот через песню, через душу мы хотим сказать, и ветеранам нашим сказать спасибо. Репетиции проходят в домах культуры, молодежных центрах, школах. Ребята поют группами по 100-200 человек. В хоре ученики колледжей, вузов и просто активные самарцы. Чтобы встать в музыкальный строй, достаточно прийти в хор и заявить о своем желании. Мне очень нравятся военные песни, там передается душа, как было тяжело людям на войне, их душевное состояние, как они переживали, как им было трудно. Пятитысячный хор 9 мая обещает покорить не только звучанием, но и внешним видом. Гостей ждет грандиозное зрелище. Ребята будут стоять все под российский флаг. Мы сейчас шьем 4000 накидок, и они под российский флаг будут стоять. Кадеты будут в своей форме, казаки будут в своей форме. В национальности, разной национальности будут стоять свои одежды. Генеральная репетиция, где соберутся все 5000 человек, состоится на площади Куйбышева накануне праздника Победы 8 мая. Ну что, сейчас предлагаю вам, дорогие наши зрители, в прямом эфире разыграть пригласительные билеты на спектакль «Лика». Ранее этот спектакль назывался, как и пьеса Арбузова «Мой бедный Марат». И приглашаем вас 8 мая на представление, которое состоится в 18.30 в Театре Самарской площади. Спектакль «Лика» о военном времени, о удивительной любви, о дружбе. Так вот, у меня вопрос. Сколько же актеров, как вы считаете, задействовано в этом спектакле? Ну, может быть, будут какие-то у вас варианты, может быть, вы читали пьесу, может быть, какие-то у вас есть мысли, может быть, вам повезет, и вы просто угадаете число. Звоните нам, 202-11-22. Удивительный спектакль, я и пьесу читала, и на спектакль ходила. Рекомендую. Действительно, очень интересно, очень так вот захватывающе. Ну, по-прежнему у нас тоже тут еще интересная тема продолжается, трезвое решение. Мы говорим о проекте, и к нам присоединились еще участницы наши. Вот, рядом со мной участница проверяющей команды в качестве несовершеннолетнего Елены Ломскова. Здравствуйте, Лена. И волонтер проекта «Трезвое решение», студентка госуниверситета Екатерина Мельникова. Здравствуйте. Ну, вот насчет несовершеннолетней я бы, кстати, тоже подумала. Очень эффектная, красивая девушка. В каком классе? Я учусь в Павловском государственном колледже на втором курсе. Сколько лет, если не секрет? 17. 17. Ну да, несовершеннолетняя еще. Расскажи, как ты попала в проект и чем занимаешься, как вот участвуешь в нем? Ну, в проект я попала сама, то есть добровольно я пришла, о проекте узнала от педагога-организатора в колледже. Мне очень проект нравится. Моя задача заключается как волонтер. Я прихожу в магазин со съемочной, ну, бригадой, группой и так. То есть со скрытой камерой. Мы заходим в магазин, я покупаю алкоголь, пиво там, допустим, прохожу на кассу, меня спрашивают. Или не спрашивают. Паспорт или не спрашивают, да. И все, если факт продажи есть, уже приходит наша вся бригада и выясняет. С агрессией встречалась, сталкивалась? Бывало ли такое? Нет. В моем опыте нет. Вот видишь растерянных взрослых по ту сторону прилавка. Да. Что вот они говорят в свое оправдание, я чувствую, вот на твоей памяти, на твоей опыте? Ну, вот, допустим, вчера мы ходили также на проверку, мне продали пиво. Была молодая девушка-продавщица. То есть молодая девушка. Да, она была очень молодая, ей от 25 где-то до 30 она мне продала. Да, но она посмотрела паспорт, но потом все-таки продала и сказала то, что извините, я не увидела возраста. Плохо считаю в тодиках. Плохо вижу, нет, плохо вижу. Плохо вижу. Да, попадаются такие продавцы, которые просто плохо видят. А поднести вот так вот, нет, не судьба посмотреть? Не знаю, может быть не от того, что они там хотят продать, именно от того, что просто плохо видят. Ну вот когда тебе говорят, что нет, не продадим, вот прям хочется обнять, расцеловать этих продавцов? Вы говорите им что-то, что вы из акции какой-то? Да, конечно. Они очень рады то, что они не попались на продажи. Они как бы считают... Вот впечатление-то у людей, да, потом? Что молодцы они. В следующий раз, если попадутся, наверное, уже вряд ли будет у них такая радостная перспектива. Ну, Катя, хочу спросить, ты уже студентка, уже совершеннолетняя. Да, уже давно. Я просто на всякий случай спрашиваю, тут вас не поймешь. Выглядите все очень хорошо. А как ты попала в проект? Поскольку очень много организаторов, ребят также из госуниверситета, уже практически, и выпускники уже, и заканчивающие ребят, мы знакомы, дружим. Опыт передаете, я так понимаю, да? Да, и опыт, и, ну, просто так, по старой дружбе пригласили в проект поучаствовать, мне показалось это действительно интересным, и так я и попала. Какая функция волонтера? Что делаешь? Ну, самое разное может быть, там, от обзвона, там, учеников, школы, еще чего-то, там, до помощи на регистрации где-то, что-то принеси, подай, в день не мешай, вот такая вот работа вот бывает. Ну, волонтер, он на то и волонтер, сам согласился. У нас есть телефонный звонок, давайте принимать, алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Оксана. Оксана, очень приятно. Оксана, ну, я так понимаю, вам 18-й есть уже? Да, есть. 21-й есть? Да. Понятно. Спрашивают ли у вас паспорт при продаже алкоголя? Ну, знаете, бывает, смотрю, какие продавцы. Комплимент такой для девушки-то, да, когда паспорт спрашивают? Ну, возможно, да. Ну, а вы сталкивались с такой ситуацией, что, допустим, люди в очереди стоят, и вы, в том числе, стоите, и вы видите, так подозрительно молодой человек покупает что-то. Вы скажете? Вы как-то на продавца, не знаю, обратите внимание на этот момент? Ну, я обращу внимание, но, скорее всего, не скажу. Понятно. Промолчите. А не надо так делать. Будьте сознательными, граждане. Давайте сейчас попытаемся с вами все-таки выяснить наш сегодняшний вопрос в качестве приза билета на спектакль. Сколько же героев в пьесе, сколько же актеров задействовано в спектакле? Три героя. Лика. Три героя. Откуда вы знаете? А я сайт открыла бы смотрела. Все просто. А спектакль еще не смотрели? Нет. Ну, сходите, посмотрите. Удивительная история любви. Действительно, любовный треугольник. Двое друзей и прекрасная девушка. Как они прожили годы войны, что с ними стало потом, и с кем же в итоге осталась Лика. А я думаю, это будет действительно главная интрига. 8 мая, Тарасамарская площадь. Спасибо большое. Ну, так вот, люди молчат. Это очень плохо. Ну, мы тоже стараемся с этим бороться. И, в принципе, наша целевая аудитория – это молодежь от 14 до 30 лет. И когда мы работаем со школами, это и более старший возраст. Это родители, учителя. И, в принципе, у нас есть ролики социальной рекламы, фотовыставка и плакаты социальной рекламы. И, наверное, мы пытаемся донести всем то, что как раз-таки не безразличие, наверное, это ключ к решению проблемы. И нужно начинать делать, и нужно присоединяться. Ну, мне кажется, это безразличие – это корень многих проблем в нашей стране. Если его не будет, может быть, мы даже будем как-то лучше жить. У нас есть фотографии с проверок. Давайте посмотрим их. Ребята, расскажите, что мы сейчас увидим. Как это происходит? Естественно, лица там частично замазаны. Да, мы не закрываем лица несовершеннолетних. Это мальчик пошел покупать что-то себе. Вот эта наклейка. Она говорит о том, что в этом магазине алкоголь мальчику продали. А здесь ведется профилактическая беседа, и, как видно, на фоне много людей, и люди, видимо, становятся свидетелями. Мы записываем данные о магазине, это адрес фактический и название, чтобы потом эти документы передать правоохранительным органам, чтобы они уже сами либо проводили свои дополнительные проверки, либо выносили решение. Вопрос у меня. Как реагируют родители, когда вы в своих проверках используете помощь несовершеннолетних? Родители, в принципе… Нужно согласие? Конечно, согласие нужно, и законодательству нам нужно письменное согласие. Родители реагируют хорошо, очень хорошо реагируют в этот раз школы, потому что мы привлекаем и их, педагогов, и, в частности, участников конкурса «Территория трезвого решения». То есть это люди, заинтересованные в нашем проекте, и они соглашаются участвовать и в других наших направлениях, сами, с большим желанием. И даже было то, что мы зовем ученика какой-то в школу, и потом другие ребята, кто с ним учится в одном классе, тоже выявляют желание, и мы тоже хотим присоединиться. И это очень радует. Вопрос у меня вот к Елене. Ты сказала, что это твой осознанный выбор, ты сама пришла. Да. А почему? Ну, все равно это как бы... Я являюсь тоже несовершеннолетней, как бы в том веке живу, и, то есть, насыщенная проблема, и как раз я отношусь к той категории, которая употребляет алкоголь. Ну, я считаю то, что если я сейчас пошла одна, об этом узнают и другие, и также все равно это будет интересно. И, мне кажется, больше пойдет молодежи на проект, и также будут проверять, и просто не покупать алкоголь. Также просто подворот. Вопрос у меня. Смотри, вот стоишь, ты в очереди, да, вот люди как-то реагируют из очереди. Вот нам звонила слушатель, зрительница сказала, что она промолчит. А вот люди какие-то, взрослые, что-нибудь тебе говорили? Нет. Нет, нет. Я просто хотела спросить, Катя, ты не принимала участие в таких рейдах? Не попала, но очень бы хотелось когда-нибудь. Вот интересно. Просто интересно, ну, как люди реагируют. Почему равнодушие такое? Вот стоит ребенок, 14-15 лет, покупает себе алкоголь. Почему молчат люди? Я вот это вот действительно не могу понять. У нас вчера за нами в очереди на проверке стояла молодая мама, то есть, наверное, ей где-то около 30 лет, с маленьким ребенком за ручку. Очень милая девочка, любознательная. И мы стояли долго в очереди, ну, и, естественно, мы за ними наблюдали. И когда эта женщина уже увидела то, что да, у нас вот факт продажи, она стала защищать продавца, но не откровенно в беседе с нами, когда мы уже стали двигаться к выходу. И она стала рассказывать то, что вот, а вы вообще спросили у них документы, а вдруг они вам наврали, а вдруг это вообще какая-то там подставная организация. И это был, наверное, какой-то такой диссонанс, то, что вроде молодая мама, у которой маленький ребенок, и она думает о его будущем, а тут несовершеннолетнему тоже, в принципе, ребенку продают алкоголь, и ее это не возмущает. Это вот такие контрасты, которые действительно очень западают. Ну, понятно. Вы вот делаем все, дорогие друзья. Пока мы будем молчать, пока мы будем равнодушно стоять в очереди, прятать глаза, пока мы будем позволять нашим детям пить, пока мы будем пить в присутствии детей и так далее и тому подобное, наверное, ситуация не изменится. Подумайте, начните с себя. Начните, в первую очередь, своим примером показывать, как не нужно делать. И старайтесь все-таки быть здравомыслящими людьми, которые выбирают здоровый образ жизни. Спасибо вам большое, ребят. Ну, а вам хорошего дня, хорошего настроения. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова